Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Росмолодежь. Гранты. Второй сезон». В Люберцах эксперты, наставники и амбассадоры провели встречу с молодежью, где поделились ценными советами и рассказали, как правильно сделать проект для получения гранта. На месте работала съемочная группа нашего телеканала. Всероссийский конкурс «Росмолодежь. Гранты» существует с 2011 года. В прошлом месяце стартовал второй сезон проекта. Главная цель – поддержка молодежных инициатив. Для конкурсантов представлено 18 номинаций от развития туризма до спорта и здорового образа жизни. Это действительно уникальная возможность. И каждый человек, особенно, например, который находится на старте своей профессии, делает первые шаги в карьере, ему классно, например, опробировать какую-то свою идею. И вот в этом смысле гранты могут стать вот этой вот возможностью, чтобы сделать собственную свою какую-то профессиональную визитку. Эксперты-наставники и амбассадоры рассказали о требованиях к оформлению презентационных роликов и заявки. Основной акцент сделали на актуальность социальных проектов. Эти знания позволят участникам повысить шансы на победу, а значит, получить финансирование. Первое, абсолютно верно, это про статистику той проблемы, есть ли она есть. Какая, а где ее взять? Второе, когда мы говорим про целевую аудиторию, то вы должны также показать, что вы понимаете, сколько целевой аудитории у вас. Что еще? В идеале самое лучшее, это, конечно же, социальный опрос. Когда вы не просто думаете и изучаете вашу целевую аудиторию по интернету, а когда вы с ней работаете напрямую и знаете, сколько реально этих людей. В конкурсе за время его существования приняли участие более 160 тысяч человек со всей России. В этот раз максимальный размер гранта составит 1 миллион рублей. Прием заявок завершится 24 сентября. Принять участие в проекте могут граждане России в возрасте от 14 до 35 лет.